Здравствуйте! Вы смотрите репортерский отряд Нью. В переводе с английского Нью означает «мир во всем мире». И учитывая это, у нас нет другого выхода, кроме как начать с миролюбивых новостей. Вице-губернатор Денис Фадеев намерен уладить свой конфликт с главным редактором четвертой власти Вадимом Рогожиным в досудебном порядке. Наверное, такое развитие событий обрадовало Вадима Рогожина, а меня не очень, потому что я в очередной раз убедился, что властям верить нельзя. Ни по одному вопросу. Понимаете, вот если бы он сразу, Денис Фадеев, после выхода статьи побежал в отделение полиции по месту жительства, схватил бы бланк и стал трочить «требую привлечь Вадима Рогожина за клевету». А на другой день сказал бы «ну попутался, ошибся, погорячился, не сразу понял злочение слова Паша, решил, что Паша это то же самое, что наркодилер или свингер, например». Услужливый свингер звучит. В общем, заработался. Бывает. Забудем. «Все люди братья, все вице-губернаторы братья, давайте жить дружно». Но человек 9 месяцев обдумывал, писать ему заявление или не писать ему заявление, и таки пишет его. Каждый человек имеет право, а спустя неделю включает заднюю передачу. Чего хотел-то? Получить свой адрес с десяток статей, стишков и карикатур? Получил. И это все. В общем, разочаровываешь ты нас, Денис Владиславович, как и вся твоя партия. Впрочем, в жизни такое бывает, участковые милиционеры не дадут соврать. Так бывает, что в 12 ночи вызывается наряд милиции по адресу какой-нибудь Крымский проезд 18, где прибитая жена алкоголика Витя голосит и требует, чтобы Витю забрали. Потому что мочи у нее больше нет, столько терпела, хватит. Она пишет заявление, не слушая увещевания молоденького лейтенанта Рая. Ну зачем? Ну завтра же забирать придешь. Не приду, кричит Рая. А на другой день, правда, приходит. Отдайте, верните, дети малые, люблю его, он вообще хороший. Выпустите его из клетки, гады. Ну так же, наверное, и прибитый, в кавычках, Вадимом Рогожиным Денис Фадеев. Он писал заявление, а начальник всей милиции Сергей Аренин говорил ему. Денис, ну что ты, ведь на утро забирать прибежишь. Не прибегу, говорил Денис Фадеев. Не могу больше терпеть отсутствие конструктива. Измучил меня этот Рогожин истерзал. Ну наступило условное утро и пришел. Отдайте, верните, он вообще хороший, люблю я его. Другие мужики, другие редакторы, еще хуже. Так все и было, наверное. Переходим к другому событию, которое стало результатом того, что у людей также переполнена чаша терпения. На днях в администрации города несколько хороших парней собрались и думали, что делать с автомобильным движением в Саратове. Вернее, с автомобильным стоянием, так как последним данным на тысячу человек населения приходится 300 автомобилей. Кто-то говорил, нужно больше эвакуировать. Ему возражали, и так достали эти треклятые эвакуаторщики. Кто-то предлагал запретить движение автомобилей в центре города. Кто-то напротив думал, что лучше всего запретить движение пешеходов. Таким образом исчезнет необходимость во многих светофорах и, соответственно, исчезнут пробки. Самое дельное предложение поступило в конце. Несколько хороших парней решили создать рабочую группу по этому вопросу. Вообще, в любой непонятной ситуации принимаете решение создать рабочую группу по данному вопросу. А лучше всех смотрелся глава города Олег Грищенко, потому что он мечтал. Чтобы расшить все эти потоки, нужно делать метро, нужно делать выделенные линии для электротранспорта, нужно, значит, расширять дороги, делать парковки, какие-то, значит, стоянки, логистические центры. Это целый спектр, это целая структура, целая система, чтобы это все наладить и сделать, чтобы в городе было хорошо, и стоянки, и движения, и пробы, чтобы не было. Слыхали, да? И это в то время, когда вся страна работает на то, чтобы олимпийские факелы бороздили просторы Вселенной и опускались на дно морское. Глава города Саратова Олег Грищенко мечтает по-мещански о каком-то метро. Знаете, как это называется, Олег Васильевич? Волюнтаризм. Впрочем, когда мечтаешь, не нужно себя ограничивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И иногда мечты сбываются. На днях Саратов, равно как и другие города России, обрели фактически европейский облик. Да, это свершилось. У нас не только запретили курить в общественных местах, но и стали штрафовать за это. Список мест приводить не буду, сами посмотрите. Впрочем, если вы любите сюрпризы, то не нужно. И вот отныне по городу ходят милиционеры, ловят вас, когда вы курите у какого-нибудь газона, и выписывают штраф. Курить, пожалуйста. Решил продолжить, а? Скидка студенческая. Я, конечно, понимаю. Во-первых, вы, наверное, думали, что европеизация Саратова и других городов России пойдет немножко другим путем. И в списке необходимых мер запрет на курение и штраф в общественных местах будет стоять под номером 116. Во-вторых, вы, наверное, разделяете мнение о том, что если заботиться о здоровье и благополучии россиян вводом штрафов, то нужно делать это более широко, не размениваясь на какие-то условности в виде сигарет. Штрафовать в городах России нужно только за то, что человек там живет, появляется в общественных местах, ходит по улицам, пользуется транспортом, пользуется услугой муниципальных поликлиник, да просто решает перейти перекресток на зеленый свет, тем самым подвергая опасности свое здоровье, благополучие и будущее нации. За это нужно штрафовать. Но не станем занудствовать, а просто расслабимся и будем получать удовольствие, чувствуя себя отныне немножко парижанами или мюнхенцами. Au revoir. Напоминаем, что репортерский отряд не несет никакой ответственности за все сказанное в программе. Auf Wiedersehen. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова